Позади 300 дней полномасштабной войны России против Украины. Так называемая спецоперация, которая по убеждению Кремля должна была закончиться за три дня взятием Киева, продолжается уже 10 месяцев. И даже в этой ситуации Путин убеждает, что все идет по плану. И своим чередом все стабильно у нас. Никаких вопросов и проблем сегодня нет. Проблем якобы у Кремля нет, но в то же время вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление. Путин отменяет ежегодную пресс-конференцию, прямую линию с народом и переносит послание Федеральному собранию. А на 301-й день войны вместе с Шойгу объявляет о реформе армии. Среди нововведений, повышение призывного возраста граждан, увеличение численности вооруженных сил РФ до полутора миллионов человек и формирование новых воинских частей. Очень интересны всякие высказывания Шойгу о формировании новых частей, соединений. Это настолько амбициозные цели озвучены, что тоже требующие огромных производственных, кадровых, технических и профессиональных усилий, что мне трудно понять, как они могут быть реализованы, если, конечно, речь идет не о бумажных формированиях. Путин многократно подчеркивал, ради своих целей он за ценой не постоит. У России нет ограничений по финансированию вооруженных сил, заявил глава Кремля 21 декабря. Мы понимаем, что Россия ставит на кон, собственно говоря, наверное, сейчас уже даже и свое существование в том виде, в котором она сейчас существует, и свои политические амбиции, и свои имперские амбиции, но нам деваться некуда. Мы или победим, или мы исчезнем. В этот же день, 21 декабря, как заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, в войне России против Украины начинается новая фаза. А ее начало ознаменовал первый зарубежный визит Владимира Зеленского после начала полномасштабной войны. И прибыл украинский президент в Вашингтон. У нас одинаковое видение. Свободная, независимая, процветающая и безопасная Украина. Мы оба хотим, чтобы эта война закончилась. Мы оба хотим ее завершить. И, как я уже сказал, это могло бы закончиться сегодня, если бы у Путина было хоть какое-то достоинство. И он поступил бы правильно и просто сказал, я вывожу войска. Но этого не произойдет. Еще до выступления президентов стало известно, что Украина получит новый пакет военной помощи от США на сумму почти в 2 миллиарда долларов, который, среди прочего, включает реактивные системы залпового огня GMLRS, артиллерийские снаряды М-982 «Экскалибурс» со спутниковым наведением и впервые батарею ЗРК «Патриот». Сегодняшний пакет помощи впервые содержит систему противовоздушной обороны «Патриот», которая способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большой высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО. В этом пакете, как и во всех предыдущих, нет ракет дальнего радиуса действия, которых не единожды просил Киев. Запад должен помочь Украине избавиться от решающей диспропорции в способностях. Если для воздушных сил России возможность поражения составляет до 2000 километров, с учетом дальности полета крылатых ракет воздушного базирования, то для ВСУ она ограничена 100-километровой дальностью полета ракеты и глубиной расположения стартовых позиций устаревших ОТРК. Пока способности агрессора будут превосходить возможности ВСУ в нанесении поражений в 20 раз, эта война может длиться годами. Это справедливо констатируют украинские генералы. О передаче Украине из РК «Патриот» раньше также говорили, как об эфемерной перспективе. Теперь же это реальность. Появление «Патриот» и вот этих бомб, новых бомб, которые будут таким шагом вперед для украинских ВВС, хотя там есть немало нюансов, это вот этот признак того, что американцы даже не хотят, но расширяют ассортимент. Когда же это наступит, вот эти самые ракеты 300 километров, и будут ли они получены Украиной? Трудно сказать. Они бы, безусловно, изменили многое в ходе боевых действий и заставили бы Россию действовать иначе. Под ударом бы оказалась вся оккупированная территория Украины и Крым. При разрешении действовать по России, само собой, и многие важнейшие точки, собственно, российской территории. Но мы пока делим, это, безусловно, было бы очень значимо, но мы пока делим шкуру неубитого медведя. Согласно прогнозам аналитиков Американского института изучения войны, противостояние будет затяжным. Об этом говорил накануне и главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный. В победу Украины и силы ВСУ верят украинцы и западные партнеры, которые продолжают поддерживать Украину в ее противостоянии. Оружие Украине поставляют более 15 стран, а военная помощь от США уже практически достигла отметки в 22 миллиарда долларов. Практически все то, что мы сейчас имеем из поступлений бронетанковой техники и системы артиллерийского вооружения, это то, что позволило как раз нам освободить практически полностью Харьковскую область, освободить правобережную Украину и успешно отражать наступление врага в тех горячих точках, которые сейчас есть. Это Солидар, это Бахмут и это на юг, собственно говоря, к Запорожской области. Но для изменения хода войны нужны новые шаги. Украина готова проводить контрнаступательные операции этой зимой, утверждал министр обороны Украины Алексей Резников. При этом Резников неоднократно подчеркивал, что Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов, бронетехники, танков и боевой авиации для поддержки контрнаступления. От того, насколько удастся сейчас синхронизировать собственные видения и стратегию Соединенных Штатов и Украины, во многом зависит то, как долго будет длиться российско-украинская война. Ведь часто говорят, что ключ от войны находится в Кремле. И это правда, но лишь часть этой правды. Скорость, интенсивность и сама динамика войны, они во многом зависят от позиции Вашингтона, и эти ключи находятся там. Поскольку Запад может как помочь Украине достаточно быстро победить в этой войне, так и может дальше снабжать Украину по чайной ложечке, помогая Украине не проиграть в этой войне. И между этим огромнейшая пропасть. После 300 дней войны ни у Киева, ни у западных партнеров нет иллюзий, что мирные переговоры смогут завершить войну. Единственное, чего хочет добиться Кремль разговорами о переговорах, выиграть время на подготовку мобилизованных солдат, пополнение запасов оружия и подготовки к новому наступлению. Которое, по мнению экспертов, Кремль планирует осуществить уже в первой половине 2023 года. От своей главной цели, свержения демократически избранной власти в Украине, Путин также не отказался. Вы, конечно, это рассказываете, да? Честно говоря, дух захватывает. Эта зима станет, если не новой фазой, то важным периодом противостояния, отмечают эксперты. От скорости поставок западной военной помощи Украине будет зависеть, какой из сторон удастся переломить ход войны. Свою роль в этом может сыграть и погода. Байден уже обвинил Владимира Путина в попытке использовать зиму в качестве оружия. В свою очередь, российская пропаганда продолжает настаивать. Генерал Мороз – верный союзник российской армии и даже приводит параллели с войной против Наполеона или Гитлера, забывая лишь об одной детали. Морозы помогали тем, кто сражался на своей территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова